На самом деле, прямо сейчас русские ведут интенсивный диалог с грузинами о том, как создать условия для возвращения Абхазии и Юго-Восточной Азии под суверенитет Грузии. И одна из вещей, которые вы делаете, чтобы предотвратить это, заключается в том, чтобы убедиться, что если вы получаете иностранные денежные средства, вы должны задекларировать это. И на каком-то перекрестке в какой-то момент времени, в соответствии с законодательством, если вы пересекаете определенный порог, то вы должны зарегистрироваться в качестве иностранного гражданина. Агент. Это означает, что вы в буквальном смысле работаете от имени иностранного правительства. И один из главарей этого парня по имени Мамука поднимал шум о возвращении в Грузию и руководстве государственным переворотом, и затем насильственно свергнуть правительство, чтобы они могли открыть второй фронт против России, используя Грузию. Таким образом, по сути, у вас есть одна из крупнейших политических партий Грузии, купленная и оплаченная иностранной неправительственной организацией, а другие партии куплены и оплачены Национальным фондом поддержки демократии. Это американская неправительственная организация, которая работает на ЦРУ. Я имею в виду, что они были созданы еще в 1980-х годах, чтобы стать открытым прикрытием для того, что ЦРУ делала тайно. Они признают это и являются основополагающими документами. И тому подобное. Соединенные Штаты через USAID, агентства Соединенных Штатов по международному развитию, по сути, пытаются осуществить мягкий переворот, так сказать, цветную революцию, чтобы свергнуть грузинскую мечту, потому что грузинская мечта осмелилась выступить в Станте и скажите, что мы не хотим участвовать в санкциях против России. А теперь давайте посмотрим, насколько умна Georgia Dream, потому что прямо сейчас в Европейском Союзе и Европейском сообществе их называют по-разному. В прошлом году, в то время как европейская экономика резко упала из-за того, что они приняли мудрое решение ввести санкции против России. Но на всякий случай, если все посчитают это аномалией. В этом году экономика Грузии, которая снова не участвует в санкциях против России, выросла на 10,3%. Наблюдаем ли мы здесь закономерность, что, возможно, покупка предсмертных записок Европейского Союза не самый разумный курс? И это точка зрения грузинской мечты, согласно которой Грузия становится суверенным государством, которое должно принимать решение, исходя из того, что лучше для Грузии. И прямо сейчас у вас сложилась ситуация, когда, знаете ли, Европейский Союз — это грузинская мечта, красивое название. Я согласен. Ну, конечно, это очень красивое название. Это отличная вечеринка. Это замечательные люди, и они делают хорошие вещи для Джорджии. Как я уже сказал, Грузия на самом деле растет, и они не находятся в состоянии войны с Россией. Это своего рода победа. Я имею в виду, что премьер-министр, который также является главой партии «Грузинская мечта», по сути сказал, что это одна из причин, по которой они хотят принять законы о регистрации иностранных агентов, они не хотят видеть украинизации Грузии. В основном потому, что Соединенные Штаты пытаются сделать с Грузией то же, что они сделали с Украиной, заставить их поверить в эту чушь о ЕС. Это чушь о НАТО. Используйте их и выбрасывайте. Они одноразовые. Украина никогда не собиралась становиться членом НАТО. Украина никогда не собиралась становиться членом ЕС. Грузия никогда не станет членом ЕС. Грузия никогда не станет членом НАТО. Это чистая правда. Этого не произойдет. Они не соответствуют требованиям. Они никогда не будут соответствовать требованиям. У Грузии гораздо больше общего с Москвой, чем с Брюсселем. И это растущая реальность в этой стране. Я знаю, что в Грузии много горечи по отношению к России, особенно в связи с тем, что произошло в Южной Осетии и Абхазии. Но сегодня русские не ищут неприятностей. На самом деле, прямо сейчас русские ведут интенсивный диалог с грузинами о том, как создать условия для возвращения Абхазии и Юго-Восточной Азии под суверенитет Грузии. Но ключевым аспектом этого является то, чтобы Грузия не сбежала и не вступила в ЕС или НАТО. Россия не собирается играть в мяч при таких условиях. Вы знаете, если вы хотите, чтобы Россия делала для вас что-то хорошее, то вам не обязательно это делать. Делайте что-то хорошее для России, только не будьте ее врагом. Это своего рода предварительное условие России, просто не причинять нам вреда. Мы не просим вас быть нашими рабами. Просто не причиняйте нам вреда. И именно в этом заключается подход мечты Джорджии. Но вы знаете, что пришло время Джорджии. Прямо сейчас у вас на улице бегает куча детей, которые купились на идею легких денег, халявных денег. Потому что это то, что они получают. Они получают бесплатные деньги от ЕС на организацию, и жизнь становится хорошей и легкой. И они думают, что если они будут двигаться в этом направлении, то все они получат отличную работу, где смогут носить стильную одежду, ходить в каком-нибудь шикарном здании. Сидим в офисе, пьем латте, пока они пялится в экран компьютера, и делают приседания, и им за это хорошо платят. Ребята, жизнь устроена совсем не так. Джорджия Дрим понимает, что вам нужно работать, не покладая рук. Вам нужно выходить на улицу и что-то делать. Джорджия Дрим состоит из настоящих грузинских патриотов, у которых есть трудовая этика и, знаете ли, традиционные семейные ценности. Они знают Америку, и мы можем делать то, что хотим. Я имею в виду, что если мы хотим потопить наш корабль, потопите наш корабль. Вы знаете, Джо Байден хочет аннулировать раздел 9. Так что теперь, если бы я вернулась в колледж, я могла бы идентифицировать себя как женщина, и, возможно, стать звездой женской баскетбольной команды и забрать стипендию «Настоящая женщина». Это именно то, что Америка хочет сделать. Это именно то, что Америка хочет сделать. Джорджия не хочет играть в эту игру. Джорджия — это место, где мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, где четко определены роли. И Грузия не хочет играть в игры с трансгендерами, гомосексуалистами или в какие-либо другие западные игры. Мы не обязаны соглашаться с Грузией, но мы должны уважать тот факт, что именно так Грузия определяет себя. И я здесь для того, чтобы сказать вам, грузины, если вы смотрите, у вас гораздо больше общего с Россией, которая также разделяет ваш стиль поведения. Традиционные семейные ценности, потому что русские не очень хорошо относятся к трансгендерам и гомосексуальности. Я думаю, что подход русских таков. Делай, что хочешь, только не делай этого публично. Мы не собираемся преследовать тебя в судебном порядке, но и продвигать по службе не собираемся. Но трансгендерность исключена. В России не будет никаких проблем с разделом 9. Женщины знают, кто они такие. Мужчины знают, кто они такие. К женщинам относятся с большим уважением. Женщины могут занять высокие посты. Это не похоже на то, что беременные женщины ходят босиком по кухне. Они работают на рынке труда. И именно так они зажигают. Мы здесь, в Америке, не так зажигаем, но это наш бизнес, но мы не можем навязывать им свой бизнес. Но вы знаете именно об этом, и идет речь в статье. И единственное, к чему я призываю в конце, это к тому, что грузинам пора начать меньше думать о ЕС и больше о кирпичах. Кирпичи — это волна будущего. Пришло время людям запрыгнуть в поезд с кирпичами, потому что так оно и есть, детка. Поезд с кирпичами отошел от станции и движется дальше, садитесь в него, иначе вы останетесь позади. И вот еще что, Джордж, здесь нет поезда Европейского Союза. Ни один поезд Европейского Союза никогда не появится на станции для вас. Вы не нравитесь Евросоюзу. Вы не нравитесь Европе. Они не считают вас настоящим европейцем. Они думают, что вы азиат. Это не так. Так оно и есть. Извините, я полагаю, что вы азиат, но вы не европеец. Вы не один из них. Они не считают вас одним из них. Русские считают вас частью своей семьи. Вы долгое время были частью семьи, частью советской семьи. Жил-был человек по имени Сталин. Да, многим русским Сталин нравится. Сталин был грузином. Отношения можно наладить. Русские хотят жить в мире и гармонии, и все мы грузины. Это зависит от того, о каких грузинах он говорит. Как я уже сказал, вокруг бегает куча маленьких детей. Знаете, если вы грузин и выходите на улицы Тбилиси, размахивая флагом Европейского Союза, то вы не грузин. И мы просто оставим вас умирать. Все в порядке. Статья выйдет в эти выходные, Скотт? Вы получите ее либо сегодня вечером, либо завтра. Я просто хотел обновить ее. Прямо сейчас в Джорджии происходят такие события, что я не хотел спешить с публикацией статьи только для того, чтобы вы ее опубликовали. И я понял, что что-то случилось. Так что я собираюсь пропустить цикл новостей, просто чтобы убедиться, что все в курсе событий. Все в порядке. Лучше быть точным, чем торопиться. Так что вы сможете прочитать это в эти выходные. Ребята из интернет-магазина Скотт Риттеркстра.